Ди Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Сегодня у нас очередная встреча Махатмы Прабу и Читани Чандра Чарана Прабу. И сегодня большой праздник, явление Адбайты Ачарьи. И особенно это символично, потому что Адбайты Ачарьи был семейным человеком. И он призвал Господа Читанию, и его жизнь была посвящена проповеди. И также сегодня беседа Махатмы Прабу и Читан Чан Чаран Прабу будет посвящена прославлению Адбайты Ачарьи. Они также семейные люди, и также посвятили всю свою жизнь прославлению Господа, распространению миссии Господа Читания. Махатма Прабу, will you start the dialogue? You have some verses for us? Yes. So, should I read those verses in Russian, or you will read? How many verses? There are several. Адилила, 6, 12. Yeah, why not? You just, yeah, I think we'll have to translate. There may be some people listening in English. Uh-huh. Uh-huh. Otherwise I can go and read them. Okay, so... Maybe you will speak in English and start reading those verses. Я их не высылала, Махараджам. Ага. Они только у вас. Я могу почитать что-нибудь, если хотите, из Читани-Чиритамрик. Замечательно. Да, потом обсудим. Давайте я почитаю по величию Адбайты Ачарьи несколько слов. Это Адилила, том первый. Ну, прежде всего... Аджайя-Джайшри Читани, Аджайя-Нитянанда, Аджайя-Двайта-Чандра, Аджайя-Гавра-Бахта-Вринда. Слава Господу, Читани, Махапрабху. Слава Господу, Нитянанде. Слава всем, предан Господу, Читани, Махапрабху. Я прочитаю четвертый текст. Майя-Вишну-джага-аткарта-майя-якси-виджатяда. Аси-аватара-эваям-адвайт-ачарья-ишвара. Господь-адвайт-ачарья. Это воплощение Маха-Вишну. Которое создает нас реальный мир, используя силу Майи. Переведешь, да? Да. So, this is Читани, Чаритамрита, Ади-Лила, 6th chapter, verse number 4. Lord Advait-a-ачарья is the incarnation of Маха-Вишну, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. It's Ади-Лила, 1.12. No, this is 1, 6, 4. This is another verse. 1, 6, 4. In my book, it's 1, 12. Ah, maybe this verse is repeated in several places. It's possible. 1, 6, 12. What did you say? 1, 6, 4? Yes. 1, 6, 4. Да, Читани, Чаритамрита. Да, 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 1, 6, 4, да. Так, здесь описывается, что Господь Адвайт-а-чарья, это воплощение Маха-Вишну, который создает материальный мир, используя силу Майи, прочитая еще один текст, 5-ый. Поскольку он не отличен от Верховного Господа Харьи, он носит имя Адвайта, и поскольку он проповедует религию преданности, его также называют Ачарьей. Он сам Господь, представший в облике своего преданного, поэтому я вручаю себя Ему. Это пятый текст. Next verse, verse number five. Because he is not different from Харьи, the Supreme Lord, he is called Адвайта, and because he propagates the cult of devotion, he is called Ачарья. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. Здесь нет комментариев. Давайте еще почитаем Адвайта Ачарья. Шестой текст. Адвайта Ачарья – это Сам Господь, Верховная Личность Бога. Обычным живым существам не дано постичь его величие. Адвайта Ачарья is indeed directly the Supreme Personality of God Himself. His glory is beyond the conception of ordinary living beings. Маха Вишну делает все необходимое для сотворения материальных вселенных. Шриадва – это Ачарья и его непосредственное воплощение. Маха Вишну performs all the functions for the creation of the universes. Шриадва Ачарья is his direct incarnation. Этот Пуруша творит и поддерживает мир своей внешней энергией. Предаваясь играм, он создаёт бесконечные вселенные. Этот Пуруша creates and maintains with his external energy. He creates innumerable universes in his pastimes. Девятый текст. По своей воле он распространяется бесконечное множество образов и входит в каждую вселенную. Десятый текст. Шриадва Ачарья – это полная экспансия этого Пуруши. И потому он не отличен от него. Он неотделим от Маха Вишну и является одной из его ипостасей. Шриадва Ачарья is a plenary part of that Pūруша and so is not different from him. Indeed, Шриадва Ачарья is not separate, but is another form of that Pūруша. И в одиннадцатом тексте описывается его роль. Он, Адвайта Ачарья, помогает Пуруши в его играх, используя его материальную энергию. Он по его воле творит бесчисленные вселенные. Он, Адвайта Ачарья, helps in the pastimes of the Pūрушa with those material energy and by whose will he creates innumerable universes. Что вы думаете по тому поводу Махатмапрабху? Тут описываются вещи за пределами нашего опыта. Махатмапрабху, what do you think about these topics? They are beyond our perception, beyond our experience. I think we should read a few more verses. Я думаю, нам стоит еще несколько стихов прочитать. Хорошо, буду читать двенадцатый текст с комментарием Шрилхаппаду. Twelve words and a purport by Шрила Прабхупад. Yes. Обладающий всеми достоинствами и добродетелями, Шри Адвайта Ачарья дарует миру высочайшее благо. Его качества, деяния и имя неизменно благодатны. Being a reservoir of all auspicious attributes, Шри Адвайта Ачарья is all auspicious for the world. His characteristics, activities, and name are always auspicious. То есть, как я понимаю, Он благо приносит всем же существам своими качествами. So, you understand, He is benefiting all the living entities by His qualities and by His activities. Так же, как Кришна Бхагавадите говорит Джанма-Карма-Чемя-Дивьян, что Его деяния божественные, и Его качества тоже божественные. Just as Lord Krishna says in Bhagavad Gita, that Джанма-Карма-Чемя-Дивьян, that His qualities are divine and His activities are divine. И именно качества и деяния приносят благо всем же существам. So, His qualities and activities are beneficial for all living entities. I will read the purport. Шри Адвайта Прабху, воплощение Маха-Вишну, является Ачарией, Духовным Учителем. Простите. Шри Адвайта Прабху, who is an incarnation of Маха-Вишну, is an Ачарья, or teacher. Все Его деяния, как все деяния Вишну, несут миру благо. All His activities and all the other activities of Вишну are auspicious. Любой, кто способен увидеть благотворную природу игр Господа Вишну, сам становится всевлагим. Anyone who can view the all-auspiciousness in the pastimes of Lord Вишну also becomes auspicious simultaneously. Стало быть, всякий, кого привлекает преданное служение Господу Вишну, источником всего благого, может оказать величайшую услугу человечеству. Therefore, since Lord Вишну is the fountainhead of auspiciousness, anyone who is attracted by the devotional service of Lord Вишну can render the greatest service to human society. падшие обитатели этого мира не хотят признавать чистое преданное служение Господу, вечным занятием живого существа и залогом подлинной свободы от обусловленности. Rejected persons of the material world who refuse to understand pure devotional service as the eternal function of the living entities and as actual liberation of the living being from conditioned life. Это свидетельствует лишь об их невежестве, которое не дает им встать на путь преданного служения. Become bereft of all devotional service because of their poor fund of knowledge. И далее очень интересный комментарий идет что касается Адвайта Ачарии. Учение Адвайта Ачарии полностью отвергает кармическую деятельность и освобождение в безличном брамане. Однако под влиянием материальной энергии заблудшие люди не увидевшие в Адвайте Прабу самого Вишну стали следовать его учению с позиции impersonализма. Bewildered by the spell of the material energy however persons who couldn't understand that Адвайта Прабу is no different from Вишну wanted to follow him with their impersonal conceptions. Желание Адвайты Прабу наказать их тоже благотворно. The attempt of Адвайта Прабу to punish them is also auspicious. Господь Вишну и его деяния прямо или косвенно приносит благо каждому. Lord Вишну and his activities can bestow all good fortune directly or indirectly. Иными словами и награда и кара Господь Вишну равнозначны ибо его деяния абсолютны. In other words, being favored by Lord Вишну and being punished by Lord Вишну are one and the same because all the activities of Вишну are absolute. Есть мнение, что Адвайта Прабу носил также имя мангала. According to some, мангала was another name of Адвайта Прабу. Как причинное воплощение или воплощение Вишну призванное исполнить особую миссию, Адвайта Ачаря олицетворяет также силу, которая обеспечит материальную природу необходимыми компонентами. As the causal incarnation or Lord Вишну's incarnation for a particular occasion, he is the supply agent or ingredient in material nature. Однако самого Адвайту Прабу ни в коем случае нельзя считать порождением материи. However, he is never to be considered material. All his activities are spiritual. Anyone who hears about and glorifies him becomes glorified himself. Образ Вишны нельзя рассматривать с точки зрения имперсонализма и думать, что материя может осквернить Господа Вишну. One should not invest any material contamination or impersonalism in the Вишну form. Необходимо постичь истинную природу Вишну, ибо это позволит человеку подняться на высшую ступень совершенства. Everyone should try to understand the real identity of Lord Вишну, for by such knowledge one can attain the highest stage of perfection. This is a very difficult philosophy of personalism. So Мы можем понять Личность Бога только непосредственно от Личности Бога. Поэтому Он приходит сам время от времени, чтобы восстановить религию. С этой точки зрения, имперсонализм рассматривается как упадок для Бога. Потому что образ Вишну представляется майей, материальным явлением. И чтобы очистить людей от таких ложных представлений, материальных о Боге, Господь Сам приходит в этот мир, как Адвайта Ачарья, и проявляет свои игры. Здесь говорится, что у Него миллионы экспансий. Но что Он поступит в этой мирной экспансии Адвайта Ачарья, Его единственное желание это служить Верховному Господу Шри Чайтани Махапрабху. Так, Он сам Верховный Господь устанавливает преданное служение. Он приходит в разных образах, разных ипостасях, разных татвах, но единственная задача это установить преданное служение Верховной Личности Бога. И Адвайта Ачарья должен был это доказать также, представив расу, отношения с Господом Мечтанием, то есть проявив некий особый экстаз преданного служения, что привлечь людей. И Адвайта Ачарья had to show this by his example, by establishing certain rasa, by showing certain ecstasy of devotional service, in order to attract ordinary people. Когда Он читал Шимад Бхагава, немногие приходили Его послушать, поэтому Он молил Господа не зайти в этот мир, чтобы Он мог служить Ему и показать могущество преданного служения. Когда Он читал Шимад Бхагаватам, не так много людей пришли, чтобы слышать от него. Поэтому Он молился к Суприму Господу, чтобы приехать в этот мир и establish devotional служение. Это вот мои несколько слов об Адвайта Ачарь, о его личности. Это таинственная личность. These are few words from myself about Advait меня, about his mysterious personality. What was that I didn't understand? What was the last thing. About his personality, his mysterious personality What about it? Why is it mysterious? The first few words of the sentence I didn't understand. Читань Чанчарам Prabhu said that these were his few words about mysterious personality. Okay. You want me to speak now? Вы хотите, чтобы я теперь сказал? Да, да. You may know the story that Lord Shiva once came in Vrindavan to see Krishna. So he asked Mother Yusoda if he could go in the house and see. And he was with his associates, who were all ghosts. So it was very scary. И он пришел туда со своими спутниками. И они все были призраками, привидениями. Поэтому зрелище было очень устрашающе. And we have to remember that Advaita Charya, Mahavishnu and Lord Shiva combined and became Advaita Charya. So he's partially Lord Shiva. And we have to remember that Advaita Charya it's a combination of Mahavishnu and God Shiva. So at all, Advaita Charya it's a God of Shiva. So Mother Yusoda didn't want Lord Shiva to see Krishna, because for her he was just inauspicious and scary. And in the purport it said some people say his name was Mangal and Mangal means auspicious. И в комментарии Шила Пруппата говорит, что некоторые люди называют Advaita Charyu Mangala. Mangala означает благоприятный. And Shiva means auspicious also. Shiva также означает благоприятный. And Mother Yusoda thought, this is inauspicious. This personality with snakes on his neck and skulls as a necklace, this is not auspicious. But it created an auspicious result when she didn't allow Lord Shiva to see Krishna. And she went to an astrologer to find out why. And the astrologer said, you offended a devotee. And she said, well, no devotee came to my house. And then she thought, oh, it must be I offended Lord Shiva. And she apologized and then she let Lord Shiva come into the house to see baby Krishna. And when she wouldn't let Lord Shiva in the house, Krishna was crying and they couldn't get him to stop crying. But when he finally came in, then he stopped crying. He wanted to see Lord Shiva. So sometimes it is said Vaishnavanam Yathashambhu he's the greatest devotee. So very dear to Krishna, for sure. And sometimes it is said, that Vaishnavanam Yathashambhu he's the greatest devotee. And, несомненно, he's the greatest devotee. And then he appeared as a gopi, as we know, Gopishvara Mahadeva. And also we know, that he's the greatest devotee. Gopishvara Mahadeva. Gopis didn't know who he was. And Gopis didn't know who he was. But when Krishna came, he showed great favor to this gopi. But when Krishna came, he showed great favor to this gopi. One thing I found interesting about this story is that Lord Shiva is followed by ghosts. He's like, takes care of ghosts. So, you know, to take care of ghosts, you have to be pretty compassionate, right? You know, that's kind of like the lowest of living entities. And Lord Shiva, he shows compassion to these people. So, I think it's important to remember that because he's a combination, Advaita Chari is a combination of Mahavishnu and Lord Shiva. the compassionate side of Advaita Chari is that Lord Shiva side coming out. I think it's important to remember that because Advaita Chari is a combination of Mahavishnu and God Shiva Shiva. And so, Chaitanya Chaitanya Chaitanya, you were saying about pure devotional service. You were talking about pure bhakti. Then we see that the Advaita Chari has had this tremendous concern for the condition of the world. And that's a symptom of pure bhakti. So, that Lord Shiva aspect of being compassionate to the fallen souls comes out in Advaita when he sees the condition of the world and he thinks, we have to do something, this is horrible. So, I always find that inspirational when you see the compassion of the pure devotee because we are supposed to be compassionate. It's described, it's interesting because it's described at the time of Advaita Chari before the appearance of Lord Chaitanya. There was not a lot of Krishna consciousness. At least in Navadvipa, where he was, in Shantipur, there was not a lot of Krishna consciousness. It was very materialistic. И объясняется, что до прихода Господа Читания, там, где жила Advaita Chari, по крайней мере, в Шантипуре, в Navadvipa, там было мало сознания Кришны. Это место было достаточно материалистичным. И ситуация была настолько тяжелой, что даже Advaita Chari думал, что я не могу спасти этот мир, хотя он сам Господь Шива. Он думал, что даже я не способен, только Господь Читания может помочь. Это мне показалось интересным. Но, конечно, мы можем с более эзотеричной точки зрения посмотреть и сказать, что Advaita Chari знал, что только Господь Читания может дать прему в настроении Праджабаси. Вот такие мысли мне пришли. Это не то, что Advaita Chari не мог дать сознание Кришны людям этого мира, но такое сознание Кришны мог дать только Господь Читания. И есть забавная история, когда Advaita Chari призывал Господа Читанию, Господь Читания сказал, зачем ты меня беспокоишь, зачем ты меня зовешь. Но Advaita Chari сказал, нет, ты должен прийти, только ты можешь спасти этот мир, потому что сейчас мир находится в таком ужасном положении. Но мы знаем, что преданный понимает настроение Господа, и он знал, что Господь Читания должен прийти и проявить свою лилу, поэтому он участвовал в этой его игре. Я думаю, мы также можем сказать, что все преданные Господа Читания также проявляют то же самое сострадание, которое проявлял Господь Читания, потому что преданные следуют его настроению. Есть еще один интересный момент в комментарии. Шила Прабхата говорит, что если вы, тот, кто проставляет Advaita, то сам становится достойным славы. И, разумеется, это истина, это правда. Если мы прославляем любого предного, мы сами становимся достойны прославления. И, с другой стороны, если мы критикуем бредных, то мы разрушаем себя. Таким образом, говоря о Его славе, слушая Его славу, мы сами тоже обретаем славу. Просто благодаря тому, что мы сидим здесь, мы уже обретаем славу. Прославляя прославленных личностей, мы сами удоставим все славы. И мы деградируем, когда прославляем деградировавших личностей. И последнее, что я хотел сказать, поскольку вы говорили о имперсонализме, и мы сейчас говорим о чистой бхакти, имперсонализм – это прямая противоположность чистой бхакти. И хотя Прабхупада называл Майаваде трансценденталистами, но в каком-то смысле они самые большие материалисты. Материалисты, они как-то пытаются подражать Богу, но Майаваде, они принимают сознательную попытку стать Богом, и это хуже всего. Я пока остановлюсь и передам вам слово. Может быть, что-то еще мы прочитаем? Да, я прочитаю еще один текст из той же главы, 28-й. Потому что имперсонализм – это тоже способ избежать преданного служения при помощи растворения в Боге. Потому что имперсонализм – это попытка избежать преданного служения при перемещении в Боге. Здесь 28-й текст касается проповеди Адвайта Ачарии. Этот 28-й текст говорит о притчах Адвайта Ачарии. Он принесл освобождение всем живым существам, даровав им Кришна-бхакти. Он объяснил Бхагавад-гиту и Шримад-бхагаватам в духе преданного служения. То есть, дух преданного служения был утрачен в то время. И поэтому здесь пропадают комментарии. Хотя Шри Адвайта Прабху является воплощением в Вишну, ради блага обусловленных душ он пришел в роли слуги верховной личности Бога и всеми своими деяниями показал, что он вечный слуга Господа. Точно так же поступили господчитания господь Нитянанда, хотя оба они принадлежат категории Вишну. То есть, Адвайта Ачария пришли к Читанию в Махапрабу, и Господь Нитянанда принадлежали к Вишну Татве. И все они пришли в образе преданных. So, Адвайта Ачария, Lord Читания, and Lord Нитянанда, they all belonged to Vishnu Татва, and they all came in the form of the devotees. Почему? Пропады объясняют, если бы Господь Читания, Господь Нитянанда и Адвайта Прагу явили миру свое высочайшее могущество, еще больше людей стали бы имперсоналистами, манистами и теми, кто поклоняется самому себе. Но из-за влияния того века их и без того немало. So, why did they do so, Шрилапрабада explains in the purport. If Lord Читания, Lord Нитянанда, and Advaita Прагу had exhibited their all-powerful Vishnu potences within this material world, people would have become greater impersonalists, monists, and self-worshippers than they had already become under the spell of this age. Мы как-то собрались с преданными, и однажды вот поднялся вопрос у нас. Почему? Почему, если в мире много пророков, много заповедей, религий, люди не становятся на, ну, на путь, на духовный путь? Once we gathered with the devotees and discussed this topic, if there are so many preachers, so many spiritual activists in this world, why people don't follow this path of religion, this spiritual path? И вот мы пришли тогда к выводу, помню, что одна из причин заключается в том, что люди, зная, скажем, о пророках и о Боге что-то, больше подражают им, чем следует наставление. And we concluded that one of the reasons is that people of this world, although they know about prophets, about saints, but they are more inclined to imitate them, rather than follow their instructions. Here in Russia we had many examples when people felt that their incarnation of Lord Jesus Christ or Saint Mary or Krishna, Balarama, Gopi. Вообще подражать могуществу, это одна из черт Кали-юги. So this is one of the aspects of Кали-юга, to imitate powerful personalities. Кали, он одевается как царь, а делает какие-то дурные вещи. Like Kali is dressing himself as a king and acts very badly in this dress. Также можно одеть одежду святого, как в Кали-юга, это тоже один из способов обманывать людей и себя. In a similar way, people can dress themselves as a saint. So in this age of Kali, this is one of the ways to cheat people. Итак, Господь Читания, Нитянанды, Адвайта Парабу, и видись как чистые и преданные, чтобы люди хотя бы подражали к преданному служению. So Lord Читания, Lord Нитянанды и Адвайта Парабу appeared as devotees so that people would at least imitate devotees. Хотя бы так, да? At least so. Поэтому Верховный Господь и Его различные воплощения играли роль преданных, показывая обусловленным душам как подняться на уровень трансцендентного преданного служения. Therefore, the Personality of Godhead and His different incarnations and forms played the parts of devotees to instruct the conditioned souls how to approach the transcendental stage of devotional service. Адвайта Ачария особенно сильно желал научить обусловленной души преданному служению. Адвайта Ачария especially intended to teach the conditioned souls about devotional service. Слово Ачария означает учитель. The word Ачария means teacher. Главное занятие духовного учителя отдавать людям сознание Кришны. The special function of such a teacher is to make people Кришна conscious. То есть, пропагает, что духовный чирик должен быть преданным, не персоналистом, а преданным. Дать пример служения. Истинный учитель следующий поступок Ачарии Адвайта Ачарии занят исключительно проповедью учения сознания Кришны по всему миру. A bona fide teacher following in the footsteps of Адвайта Ачария has no other business than to spread the principles of Кришна consciousness all over the world. По всему миру. И сегодня мы это делаем при помощи интернета, при помощи технологии Кали. В настоящем Ачарии может считаться только тот, кто действует как слуга Всевышнего. The real qualification of an Ачария is that he presents himself as a servant of the Supreme. Истинная Ачария не станет поддерживать безбожников, которые выдают себя за Бога. Such a bona fide Ачария can never support the demonic activities of atheists, men who present themselves as God. Главная задача Ачарии разоблачать таких самозванцев и просвещать на юных людей. It is the main business of an Ачария to defy such imposters posing as God before the innocent public. Это последнее предложение в комментариях здесь. This is the last sentence of the purport. I have a nice story about this. У меня есть хорошая история на эту тему. Прабхапад in one purport was very heavy, speaking very heavy against the майавадис. В одном комментарии Прабхапада очень сурово пишет о майаваде. Но в самом стихе не было ни слова о майаваде или имперсоналистах. И поэтому преданный прочитавший это подумал, что может быть этот комментарий относится к какому-то другому стиху не отсюда, потому что в самом стихе ничего не было о персоналистах. So the devotee said, Прабхапада, it seems like this purport is for another verse. And then Прабхапада looked at it. И преданный сказал Прабхападе, Прабхапада, похоже, этот комментарий из другого места. И Прабхапада тогда посмотрел на этот комментарий и сказал, И Прабхапада сказал, да, это не к этому стиху. Но я просто не смог сдержаться, чтобы не сказать об этом в комментариях, чтобы не отсчитать Майаваде, потому что я использую каждую возможность чтобы поставить Майаваде на место. But recognizing that was not the right purport for that verse, Прабхапада said, you can take it out. But it was, it just showed Прабхапада's mood that how how he felt towards Майаваде because of of how it was affecting the world, turning the world against Krishna. That's why he was so upset. И признавая, что комментарии не относятся к этому месту, Прабхапада сказал, да, ты можешь убрать отсюда этот комментарий, но это показывает, насколько Прабхапада переживал и насколько он был расстроен от того, как Майавада влияет на этот мир. Зачастую, когда люди становятся преданными, они не понимают, почему Прабхапада так часто и так сурово говорит о Майаваде. Потому что, по сути дела, Майавада разрушает Бхакти. Философия Майавады разрушает Бхакти. И поэтому Священные Писания говорят, что если вы слушаете философию Майавады, то вы можете упасть с уровня Бхакти. Прабхапада также подобным образом расстраивался, когда слышал о ученых, о атеистичных ученых. Потому что, когда Прабхапада видел, как невинных людей обманывают, его это очень беспокоило. и поэтому эта суровость, эти крепкие выражения, которые Прабхапада использовал, когда говорил о Майаваде, о материалистичных ученых, по крайней мере отчасти были вызваны тем, что он видел, как они обманывают невинных людей. Однажды Прабхапада сказал, что вся Бенгалия отправилась в ад из-за Рамакришны, который был имперсоналистом, и у него была очень большая миссия в Бенгалии. И когда Гаудия Матх был на пике своего развития, то миссия Рамакришны практически была сведена к нулю, потому что Гаудия Матх очень сильно проповедовал против имперсоналистов. И later on, когда Гаудия Матх became weaker, interestingly, the Рамакришна mission became stronger again. И интересно, что позднее, когда Гаудия Матх стал слабее, миссия Рамакришны снова стала сильнее. И Прабхапад said, the success of the Рамакришна mission was the fault of the Гаудия Матх, was the weakness of the Гаудия Матх. Sorry, what does it mean? Because the Гаудия Матх became weak. That is why. And so then the Рамакришна mission became stronger, and so Прабхапад said it was the fault of the Гаудия Матх that the Рамакришна mission again was growing. Прабхапада сказал, что причина успеха миссии Рамакришны в падении Гаудия Матха, в ослаблении Гаудия Матха. И в комментарии вы читали, что если бы Махапрабу пришел как Вишну, то обычные люди тоже стали бы подражать этому примеру и тоже вести себя таким образом. И я думаю, что для обычных преданных трудно понять, как это, если я увижу Кришну, я захочу быть таким, как Он. Но склонность к этому живет в сердце обусловленной Души. Есть группа сахаджиев, я не помню точно, как она называется, но они думают, что так же, как у Кришны, было много подружек и у нас должно быть тоже много подружек и тогда мы будем духовно развиваться. И когда мы слышим об этом, мы думаем, ну как вообще кто-то может так думать. И мы можем этого не понимать, но это факт, они действительно так считают. И мы видим, что в западных странах эта идея о том, что Я Бог очень популярна. И еще один момент, я думаю, мы должны его подчеркнуть. как мы говорили, Господь Чайтанья играет роль преданного. Он олицетворял собой идеального преданного. И как мы говорили, если бы люди воспринимали его как Вишну, то они захотели бы имитировать, подражать ему. И поэтому он был очень осторожен в том, чтобы его никогда не называли Богом, Вишну. И когда кто-то его так называл, он сразу же закрывал уши и говорил, не надо так говорить. И также один из способов проповеди Махапрабхи Махапрабху, в том, что он привел в этот мир вместе с собой удивительных преданных, чистых преданных, чтобы жители этого мира смогли увидеть качество чистого преданного на их примере. потому, потому что иногда мы не можем понять, что такое чистое преданное служение, просто читая о нем в книгах. Нужно увидеть человека, олицетворяющего чистое преданное служение, чтобы понять это. Один такой пример это Дурваса Муни и то, как его простил Махараджа Махараджа. И Дурваса Муни сказал Махараджа 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 Теперь я непосредственно вижу удивительные качества чистого преданного, потому что я пытался убить тебя, а ты простил меня. И увидеть это гораздо могущественнее, чем просто прочитать об этом в книге. И, по-моему, Дурваса Муни сказал, что видя твое поведение, мое сердце изменилось. Можно читать о том, как кто-то ведет себя, поступает. Может быть, это изменит сердце, может быть, нет. Но, когда мы это видим своими глазами, то это очень-очень могущественно. есть. И именно так Господь Читания проставлял харидаса Сакура. Он говорил, что ты не просто проповедуешь, но ты и живешь в соответствии с тем, о чем ты проповедуешь. И так, просто проповедовать это хорошо, но без непосредственного живого примера это не будет столь же могущественно. И иногда, даже если вы ничего не говорите, но вы просто показываете пример, сам этот пример, он действует сильнее, чем слова. Мы будем читать больше? Вы хотите поговорить что-то? Будем еще читать или вы хотите обсудить что-то? Да, очень интересно то, что вы сейчас сказали про пример. И здесь текст 29-й говорит, поскольку его единственное занятие учить людей преданному служению, его зовут Адвайта Ачарий, то есть как раз он дает пример преданного служения. То есть его имя соответствует его деяниям, поведению, примеру. Господь недвойственный, его имя неотлично от него самого. The Lord is not dual, so his name is not different from himself. Даже как Кришна все привлекающие, его деяния тоже все привлекающие. Just as Кришна is all attractive and his activities are all attractive. But by his birth Адвайта Ачария is senior to Lord Chitanya so we can say that he called Lord Chitanya to come to this world. And Адвайта Ачария from the beginning knew that Lord Chitanya is the Supreme Lord. Продолжайте пожалуйста. So from the very beginning he understood he knew the position of Lord Chitanya was hiding his position of the Supreme Lord. And he was bowing down to Адвайта Ачария following etiquette he considered him to be his senior. Адвайта Ачария это очень сильно не нравилось. Адвайта Ачария really didn't like it. И он приходил чтобы провести пуджу Господу Читании предлагал ему перифернали и так поклонялся ему. А Господь Читания пришел шутку и смешил Адвайта Ачария и все другие. So he came to offer пуджа to Lord Chitanya with перифернали and wanted to worship him. But Lord Читания turned it into joke so he didn't took it seriously. Так Господь Читания скрывал свое положение Адвайта Ачария хотел раскрыть его положение. Lord Читания was hiding his position as Supreme Lord but Адвайта Ачария wanted to reveal his position as Supreme Lord. And then Адвайта Ачария decided to make certain Lila. Being plenary expansion of Lord Shiva he started preaching Mayavada impersonalism. услышали они были в жутком страхе и так испугались что случилось Адвайта Ачария. When devotees heard about that they were so horrified they thought what happened to Адвайта Ачария. Но план Адвайта Ачария был разгневать Господа Читания чтобы получили от него наказание надо бы все увидели положение Господа Читания что он выше. But Адвайта Ачария wanted to make anger from Lord пришли и доложили Господу Читанию что творит Адвайта Ачария что говорит что мы все боги. So devotees came to Lord Читания and informed him what happens that Адвайта Ачария says that we all are gods. Это действительно привело в такой гнев Господа Читания позвал Адвайта Ачарию вместе с Нитянандой пришли они. And it created such anger from Lord Читания Когда они собрались троем Господь Читания спросил Адвайта Ачария мы что все боги? So when three of them gathered Lord Читания asked him Адвайта Ачария so what do you mean do you mean that we all are god? Адвайта Ачария посмотрел на всех три и сказал да все боги. Адвайта Ачария looked at each of them each three of them and said yes indeed each of us is god и Господь Читания стал его бить беспощадно руками и ногами и Лорд Читания started beating him very severely with hands and legs говорится что он даже поднял его так на руки и бросил от землю плашмя и супруга Адвайта Мать Сита она так испугалась и стала молять Господа Читания чтобы он пощадил старика Адвайта Ачария сиял весь от счастья когда убил Господь Читания и думал вот теперь все увидят кто настоящий Верховный Господь Адвайта Ачария был счастлив когда Читания был победителем потому что он думал что наконец все увидят кто Супремь Лорд Рибу Я хотел обсудить еще одну тему праппад праппада объясняет что у Адвайта Ачарии было шесть сыновей трое из них были преданными а трое нет и самопреданных из его сыновей был Ачутананда Адвайта И размышляя об этом я все время думаю об одном принципе о том чтобы быть послушным праппупаде который для нас подобен отцу И праппада тоже говорил о послушании и непослушании его духовных братьев указанию Бхактистанта Сарасвати не будучи послушным проявляя непослушание можно разрушить уничтожить себя Я думаю что проблема была в том что трое других сыновей Адвайта Ачария поклонялись Господу Вишну но не поклонялись Господу Чайтане Бхагават говорится что эти сыновья уничтожили сами себя даже хотя они были так называемыми преданными И Прабхата приводит этот пример когда говорит что в Гаводиамадхе некоторые его члены стали больше заинтересованы в собственности в имуществе Гаводиамадха нежели в распространении миссии и все это очень такие серьезные суровые факты и Прабхата описывает это он тоже употребляет суровые выражения он использует слово асара асара значит бесполезный это довольно суровое выражение и насколько я понимаю контекст употребления этого выражения таков что Бхактистан Царасвати хотел чтобы сознание Кришны распространилось по всему миру но некоторые его последователи вместо того чтобы помочь были заинтересованы в том чтобы стать ачариями в своем матхе то они получили матхе они получили имущество и так они получили матх они получили собственность имущество этого матха а у Прабхупады ничего этого не было у него был только указ его духовного учителя у них был гаудия матх и имущество а у Прабхупада было указание духовного учителя и есть много разных бесед в которых Шила Прабхупада говорит что единственная его заслуга в том что он следовал указаниям своего духовного учителя тогда как его духовные братья которые этого не делали они не добились многого по сравнению с тем что добился он в Прабхупаде конечно мы знаем какого успеха добился Прабхупада и иногда Прабхупада говорил что вы должны делать то же самое что делаю я или даже что вы должны стать еще более успешными чем я и мы думали ну мы на это не способны мы никто по сравнению с Шилой Прабхупадой Прабхупада я не могу успешным 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 в порядке но Прабхупада говорил что успех приходит от следования наставлением наставлением это не ваша личная сила а сила она приходит когда вы стараетесь следовать наставлению которое получаете то прабхупада говорит что личной испытания чувствует что я не квалифида я не квалифида но я принял право как жизнь и и это почему я успешным и когда Прабхупада говорит делайте поступайте так же как и я он говорит на основе личного опыта он говорит что было множество духовных братьев более квалифицированных чем я старался строго следовать указаниям своего духовного учителя вы можете не быть хорошим поваром но если у вас есть хороший рецепт и вы готовите по рецепту то получится хорошо и это интересный момент просто подумать себе представить себе что Адвайта Ачария который был самим Маха Вишну могли быть сыновья которые отклонились но для нас это пример на который мы можем подумать кришну очень знающими очень отреченными но они не смогли добиться успеха в Англии с другой стороны три семейных пары грехас которых Шрел Парпада отправил в Англию они добились там успеха и это как раз иллюстрирует ту идею о которой я говорю вот itating и двух еще осторожно чтобы не отклониться от того чему нас учит Прабхупада, потому что следование Его наставлениям — это наша формула успеха. И снова хочу подчеркнуть, вот почему Прабхупада говорил нам делать то, что делал Он. Потому что сила находится не в нас, а сила в том, чтобы следовать наставлениям. We lost Chaitanya Chandracharan? Yes, probably he will return. There's another point from the lila of Advaita, is that Mother Saatchi had bad thoughts about Advaita, because he stole one of her sons by his powerful preaching, and she thought he's going to steal the other son. And so she made offenses. Еще один интересный эпизод в лилах Advaita Acharya — это у мамы Ишода были плохие мысли об Advaita Acharya, потому что благодаря своей могущественной проповеди он фактически украл одного из ее сыновей, который принял Саньясу, и она боялась, что он также украдет другого ее сына. Of course, this is lila, but Lord Chaitanya wanted to show that even if his mother offends a devotee, that she has to apologize. Of course, Advaita Acharya didn't feel like she had offended him, but Lord Chaitanya had acknowledged it as an offense, even though Advaita Acharya wasn't offended. Still, he said, you have to ask for forgiveness. Конечно, Advaita Acharya не воспринял это как оскорбление, но Господь Читания все равно учил и говорил ей, что даже если он не считает это оскорблением, все равно ты должна попросить у него прощения. So there are many, many warnings in our scripture, and this is one warning, that we should be careful. Because even Lord Chaitanya's mother, she committed an offense, so-called, and Lord Chaitanya said, you will suffer for this offense unless you ask for forgiveness. So it's quite an example. Итак, в наших священных писаниях много предупреждений, и это одно из них. Задумайтесь, сам Верховный Господь говорит своей матери, что ты должна попросить прощения, Advaita Acharya, за это оскорбление. Are there any questions? Может быть, есть какие-то вопросы? I would like to ask you, how was it in Shila Prabhupada's times? Did you celebrate such festivals as Advaita Acharya's appearance? Or you celebrated only big festivals? Or were you so dedicated to preaching, that you didn't pay so much time to such festivals? My remembrance was the main celebration was with Prasadam, not with Gita. Because we didn't know that much. Because we didn't have Chaitanya Charitamrita. Насколько я помню, для нас главным праздником, аспектом праздника был Прасад, а не Кадха. Потому что мы не особо много чего знали, у нас не было тогда Chaitanya Charitamrita. You know, you're a new devotee, and it's like, okay, today is the appearance of Rāsikānanda. We had no idea who's Rāsikānanda. But there was a point, that on every appearance day we would have a feast. So sometimes we'd have a feast three times a week. И вы можете представить себе, например, вы новый предан, и вам говорят, сегодня день явления Rāsikānanda. А вы и понятия не имеете, кто такой этот Rāsikānanda. Но в какой-то момент у нас был такой акцент, что каждый праздник — это пир. Поэтому иногда у нас бывало по три пир в неделю. What I remember, especially on the appearance and distance appearance day of Śrīla Bhakti Siddhānta, that Prabhupāda made sure that we celebrated it properly. Because that was very important. And, of course, Ghorpanīma, Janmasthami, Nittananda, Trayodasi, the big ones, Balarāma Chayanti, definitely celebrated the big ones, Gaurāpūrṇīma, Balarāma Chayanti, Nityananda, Trayodasi, Nrisimha Chaturdaši. Так же мы праздновали их. Но когда мы слышим о спутниках Господа Чайтани, мы понимаем, как проявляется сознание Кришны, как оно влияет на человека, потому что на их примере мы видим, каковы признаки того, кто так сознает Кришну. Я слышал недавно историю о том, как Расикананда дал посвящение слону. И этот слон стал повторять мантру. И когда мы слышим такие истории, то мы думаем, ну да, у чистых преданных очень большое могущество. И мы понимаем, каким могуществом обладают чистые преданные. И этот слон, он даже приходил на лекции по Бхагаватам и слушал. И я могу себя чувствовать, что я подобен животному, но так или иначе я в человеческой форме, и это может меня тоже вдохновлять. Поэтому нам нужны примеры чистых преданных, чтобы лучше понимать, что такое чистое преданное служение. Мы не можем понять это просто читая книги. Когда мы видим, как кто-то занят чистым преданным служением, это оказывает на нас очень могущественное влияние. — Can you tell Chaitanya Chandru Charan what we're talking about? — Chaitanya Chandru Charan Prabhu, I asked Mahat... Ой, простите. Я спросил... Mahat Prabhu попросил пересказать вкратце. Он уже закончил лекцию, я задал вопрос, как во времена Шилы Прабхупады праздновали, праздновали ли явления Адвайта Ачарья. Он сказал, что в основном было мало книг, мало знали, поэтому главный аспект праздника был Прасад. Но большие праздники там всегда очень хорошо праздновали, явления, уход Бхагдистанцы, Расхваты и другие значимые праздники. И вот сейчас Mahatma Prabhu подвел итог такой, что нам важно видеть примеры, как у преданных проявляется эта преданность, воплощение Господа, как они проявляют это. Это нас вдохновляет тоже. — You have to understand the context. When I became a devotee, there was teachings of Lo Chaitanya, but nobody read it, because nobody could understand it. There was Bhagavatam, nobody read it, because nobody could understand it. So the only book we had was Bhagavad Gita, and we didn't have Krishna book. So we only knew Bhagavad Gita. We didn't know anything else. — Если говорить о временах Шиллопрпаты, то тут надо понимать контекст. Когда я присоединился, то у нас было учение Господа читания, но никто не читал эту книгу, потому что никто не мог ее понять. У нас был Bhagavatam, первый тама, но никто не читал, потому что никто не мог понять. У нас не было еще книги Кришны, единственное, что у нас было — это Bhagavad Gita, поэтому мы знали только Bhagavad Gita. И никто из нас не был в Индии, поэтому мы особо не понимали культуру сознания Кришны. Для нас Праупада был олицетворением сознания Кришны, и этого было достаточно, чтобы мы двигались вперед. Однажды Шрита Кирти сказал Праупаде, что если вы отправили свои книги в Америку, но вы не пришли, я не думаю, что ничего не случилось. И Праупада сказал, что вы правы, что это не случилось. Поэтому вы нужны личную присутствие pure devotee. Однажды Шрита Кирти сказал Праупаде, что я думаю, что если бы просто отправили свои книги в Америку, но сами бы не приехали, то ничего бы особенного не произошло. Праупада говорит, да, ты прав, я тоже так думаю. Нужное присутствие чистого предного. И вот все эти первые преданные, они немного знали философию сознания Кришны, но они видели Праупаду, и просто видя Праупаду, они получали огромное вдохновение в сознании Кришны. И это показывает нам, насколько важен пример чистого преданного. У нас была похожая ситуация в России, в СССР. Когда я присоединился к движению, то в то время не могли приезжать из-за границы ученики Праупады. Когда я присоединился к движению, Праупады не могли приезжать Россию. Они не позволили приезжать. Я получал примеры универсированных учеников. Для меня они казались, конечно, совсем другими людьми из другого мира. Но я видел личный пример из-за границы, и для меня они были люди из другого мира. Да, и там у нас были разные группы, разные настроения, которые не всегда сочетались даже друг с другом. И у нас был вопрос, как же правильно практиковать сознание Кришны. Одна группа была очень либеральная, другая группа была такой фанатичной, консервативной. И мы бы не смогли разобраться в этом, если бы не стали приезжать ученики Праупады опытные. Я помню, как один киртан решил все наши вопросы. Одна простая лекция, один киртан решил все наши вопросы. И самое сильное впечатление было именно тогда, когда ученики Праупады говорили о Праупаде. Вот эта вот бхакти преданность, она вот таким образом попала в сердце. То, что вот я почувствовал, что ученики Праупады на самом деле посвятили своей жизни Праупаде полностью. Это стало у нас как бы распространяться как инфекционная болезнь в настроении. В хорошем смысле. So, this mood started spreading like infectious disease in a good sense. Все захотели предаться и духовно учить полностью. Everybody became eager to completely surrender themselves to the spiritual master. Да, это всего был один пример удивительный. И это был только один замечательный пример. Maybe we could say one of the greatest aspects of Mahāprabhu's mercy is the devotees, the pure devotees. And the greatest aspect of Mahāprabhu's mercy is the pure devotees that He has made. That He has left for us to purify us. И один из величайших аспектов милости Шила Праупады — это чистые преданные, которых Он создал и которых Он оставил для нас. Потому что если бы Шила Праупада не оставил после себя чистых преданных, то не было бы движения, не было бы олицетворения того, чему Он учил, чтобы люди увидели, как это в действии. И говорится, что лучший способ выразить почтение, прославить кого-то — это в будущем быть примером того, чему учит этот человек. Итак, это лучший способ выразить почтение и прославить Праупаду и нашего духовного учителя — это быть живым примером того, чему они учат. Лично, как на личностном уровне, так и на уровне наших общин. Как говорит Бхактинот Такур, что если вы не являетесь чистым преданным, вы не можете сделать другого человека чистым преданным. И Праупада говорит, что квалификация духовного учителя в том, чтобы смотреть, становятся ли другие люди преданными благодаря его примеру. И если они становятся, тогда он действительно авторитетный духовный учителем. И Праупада говорит об этом, что предный подобен философскому камню. И соприкасаясь с ним, с чистым преданным, вы тоже становитесь чистым преданным. Однажды Праупаду спросили, а действительно ли так, что чистый преданный знает все? И Праупада сказал, нет, он не Бог. Вы смотрите на чистого преданного через неправильную призму. Это не так, что он должен знать все. Нет. Обращайте внимание на то, что благодаря общению с ним другие люди становятся преданными. Вот это признак авторитетного преданного духовного учителя. Наверное, мы должны закончить уже. Это правильно? Пробовали? Если мы не закончим, то мы можем целый день продолжать общение. Может быть Четан Чан Чаран пробовал что-то, хочет добавить еще, сказать. Я сейчас вспомнил, когда я его увидел впервые. Это примерно был 1993 год, 1993 год в Джаганадхапури. Я просто вспомнил, как я тебя видел за первое время. Наверное, это было 1993 в Джаганадхапури. 1993? В смысле? Хорошо. Наверное, вы не помните меня тогда. Это была группа русских преданных в храме Искон. Наверное, вы не помните меня. Мы пришли как группа русских в храме Искон. Да, я не помню. Но я помню, что я был тогда в Джаганадхапури. Да, я не помню. Но я помню, что я был тогда в Джаганадхапури. Для меня в 1993 это было первое время, что я видел русского в личном. Это было обширение. Для меня 1993 год это был первый раз, когда я вообще вживую увидел русских. И это был такой очень яркий опыт. Я не помню. Это было интересно. Я начинаю вспоминать. Да. Я думаю, что это просто потому, что я шафран тогда носил, поэтому оде дандаваты. Да, да. В Сафран. Да. В Сафран. Да. Я помню. Да, я помню. Да, я помню. Да, я помню. Я тоже был пример. Я пытаюсь. Я знаю, что Прабхада хочет, чтобы мы показывали пример, поэтому я пытаюсь это делать. Хорошо. Спасибо большое за встречу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Рад вас увидеть, рад читать лекцию вместе с вами.